Слышь, древний, великий и славный, Купается в волнах морских. Наш Крым – это солнце из камня, Цветок на просторах земли. Это такой маленький был стих просто о лете, о крымском. А теперь я не пишу стихов о Великой Отечественной войне, не знаю почему. Вот не идет, наверное, это слишком далеко от меня, или, может быть, это слишком больно. Но есть свежая рана, которая болит, это наша современная война, которая идет на Донбассе и в Иганске. И вот стихи, посвященные этой войне. Следит всевидящее око за тем, кто правит на земле, Кто насаждает в нас пороки, кто призывает нас к войне. А мы, отдавшись безучастно судьбе, как будто по волнам, плывем за призраками счастья, Оставив явь, доверясь нам. Мы привыкаем понемногу к войне и боли. Смерть и страх шагают с нами по дороге, Брах убиенных на ногах. Уже не слышен плач младенцев. За радостями бытия ровней. Спокой не бьется сердце. Чужая боль нам не страшна. Нам не страшны чужие слезы. Мы слышать не хотим про ад. Лилея сладостные грезы, Не видим мы в дыму солдат. Тех, кто безропотно и смело Судьбе заплатит по счетам Своей душой, уйдя из тела, Даруя жизнь и счастье нам. Не надо плакать безутешно, Искать, кто прав, кто виноват. Земляне, все мы не безгрешны. Не стоит бить сейчас в Анабад. Подумать стоит. И однажды, простые отложив дела, Пойти в ближайший храм, Где каждый у Бога молит для себя. Где среди гулописно пений, Среди намоленных икон Горят льни, мелькают тени, И слышен колокольный звук. И там, под сводами святыми, Почтите память жертв войны. Слово, богу, просты. За тех, кто в бой идет за жизнь, Молитесь всюду ненастанно, Прося прощения и битвы. За этот мир простой и странный, За то, чтобы не было войны.